Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dark Souls. В последней серии мы чистили лес, после чего постыдно погибли от Гидры, при том, что меня предупредили, так, подожди меня не в ту сторону, при том, что меня предупредили, что прям к ней подходить не стоит, около нее там пропасть, я все-таки по незнанию подошел и упал. Ну что ж поделаешь, в этом весь я, такие уж у меня прохождения, все познаю методом собственных ошибок, не чужих. Не знаю. Короче говоря, сейчас мы пойдем ей пьстить. Что самое печальное, то что на протяжении последних пяти минут предыдущей серии я убивал големов, теперь мне придется проделать это по новой. Ну да ладно, они не такие сложные, единственное, тратят мое время. Но это печально для меня, не для вас, потому что для вас-то это было вчера, то есть, все это давно забылось. А вот для меня это было только что. Поэтому мне сейчас по новой их убивать не по приколу. Так, ну давай иди сюда. Ух ты, красавчик. Да, они легкие, но, блин, их нужно убить, потому что если я этого не сделаю, то... Спасибо. То они будут не мешаться прибить из босса. Так, дорогой. Блин, он сейчас прыгнет. Или не прыгнет. Не прыгнешь, чтобы не прыгнет, чтобы в нашем легче. Пока. Пока. Еще один у нас остался, он там, в велике. Я даже, по-моему, его можно не убивать, то есть, он, по-моему, даже сагрится на меня. Блин, как стрелка и летает. Ну, лучше обезопасить себя, чтобы потом сзади не прибежала такая прелесть, когда я буду с гиброй драться. Надо против нее какую-нибудь тактику выработать, потому что что-то она в меня стреляет больно. Мне сказали, что она будет кусаться, но в меня она стреляет. То есть я в упор к ней подошел практически, а ей пофигу. Ну, давай, рожай уже. Так, ну что, дубль два. Погнали. Посмотрим, что это нам даст. Приятно, конечно, в воде теперь могу бегать. Так, главное не сорваться, не сорвать. Ой. Тихо. Че, я уже одну голову и отрубил? Ой, офигеть. Тихо, вставай. Блин, че-то у меня щит странно поднимает. Ой, 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 не падай. Так, ну это, короче говоря, будет, по-моему, не так уж и сложно. Блин, просто здесь надо было остановить. Ладно, спел. Так, еще минус голова. Блин, главное не упасть. Я на самом таком рубеже. Так, ладно, еще минус голова. Четыре осталось. Ой. Блин, вот это плохо. Так, я, пожалуй, подлечусь просто пока. Давай. Шон. Знаешь, это все, на что она способна, то... Можно расслабить булки, как говорится. Единственное, но, то, что неудобно успел. Так, последний глава. Ах, твою мать. Ну вот, поторопился. Так, продолжаем. Это, конечно, был эпик фейл. Ну, что поделаешь. Последний товарищ, который у меня насмехался над моим скиллом, я его посадил поиграть в эту игру на пару часиков. А после этого ему кажется, что я играю хорошо. Так что все критиканы, ну и из числа тех, что, конечно, сами игры не прошли, вы попробуйте, поиграйте, ребятки, в эту игру. Ошибок она вообще не прощает. Как бы там ни было. В целом, я могу сказать, что... Я думаю, это драка, если я опять не совершу какой-нибудь глупости. Чисто по сложности действий вообще никакущие. То есть я, похоже, перерос эту гидру уже капитально. Так, ну что, какой-то раунд уже по счету. Меня, кстати, попросили написать номера раунда перед боем. По-моему, это было весело и прикольно. Но, типа, это спойлеры, там, финальный раунд. Не знаю, ну мне нравится, не будет. Очень много людей просил. Хотите, так, как говорится, не хотите, как хотите наше дело предложить. Так, ворка снова, по-моему, черпи. Наверное, автоновидение надо выбирать, потому что он тут сильно мешает. Ой, зачем я отпустил? Ладно. Давай. Ломай меня. Блин, ну какой офигительный монстр. Да, как он проработан? Так, не успел. Давай, ну... Ой, что-то у меня в этот раз не особо хорошо получается. Одну в минус-а бошку загнали. Ладно, я предпочел не рисковать, я слишком уже близко, это фигня все. Ой, что-то я мне что-то расскажу капитально. Ладно, еще одну голову срубил. Так, хорошо, еще одна. Сколько их осталось? Три головы. Блин, а подожди, не надо готов. Хватит поливаться. Отлично. Так, не стреляй. Кусай меня лучше. Полностью меня кусай. Так, отлично. Вот рука прям подлетела. Так, ну все. Сейчас, главное, не зафейдить так же. Бля, ладно. А куда-то никуда кусается. Ну-ка, подожди. Раз она меня не кусает, почему бы мне тогда без риска ее не убить? Вот так. Новое кольцо, драконник, чешуя, которая нам помогла бы при прокачке Дексворда. Только я им особо не пользуюсь. Так, ну и все. Ладно, хорошо. Так, рыцарские доспехи. О, неплохо. Я, конечно, ношу по большей части легкую. Вот это у меня вообще самое легкое, по-моему, броня. Есть, конечно, еще в Блайттауне, мне сказали, очень много народ сокрушается, что я не взял там одежду ниндзя. Скоро мы пойдем в Блайттаун. Какие проблемы? Так, что еще тут есть? Надо под ноги смотреть аккуратно, потому что вон там уже провал. Так. Похоже, ничего больше надо. Давайте мимо стеночки пройдемся. Тут пропасти нет, я не вижу. Путь впереди. Хорошо. Если это опять не какой-нибудь троллинг. Тут ноги любят пописать. В местах, куда прыгать не стоит, что туда стоит прыгнуть. Так, а вот, смотри. Ух ты. А там дальше? Тихо, 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 тихо. А вот она. Так. Напасайся открытой зоны. Но это понятно. Так, что глубже, по-моему, стало, нет? Нужно какое-то кольцо. Так. Кстати говоря. Что за кольцо у нас? Это для магов. Лучше будешь кастовать магию, но при этом в половине твоих ЭП. Хорошо. Что за кольцо можно? Ой, я сейчас утону, по-моему. Ох, доиграйся. Так, что нам это дает вообще? Тут, по-моему, тупик какой-то. Пещера. Да, тупик. Возможно, возможно, сюда нужно в человеческой форме прийти, и тут кто-нибудь будет стоять. Потому что, насколько мне сказали, главное правило, что если ты находишь пустую комнату, которая выглядит полезно, но ничего нет, скорее всего ты в призрачной форме, и поэтому ты не можешь видеть некоторых NPC. Так что, вполне возможно, это так. Не знаю, напишите в комментах, конечно. Посмотрим. Возможно, мы сюда вернемся попозже серии, через пять. Потому что идти по идее недалеко. А сейчас мы пока попробуем, что у нас там за лесенка. Нужно кольцо какое-то, видимо, еще надеть. И тогда там что-то будет. Не знаю, я ручку говорю. Так, куда это нас приведет? Я думаю, это просто закрытая арена, и такой мини-босс. А тут смотри, сколько всего оказывается. Ой, блин, мне так Snake Itter напомнило. Третий Metal Gear. Там такая лестница высокая есть. И настолько высокая, что, чтобы не заскучали, включать мелодию. Это круто, по-моему. Вообще, очень крутая, конечно, сеть. Обожаю ее. Каждый, по-моему, должен попробовать лично поиграть во все четыре части. Моя любимая первая. На втором месте идет вторая. На третьем четвертая. И Metal Gear Solid 3 идет на третьем. Чисто потому, что там Snake нет. Ну, там Snake есть, конечно, там не Solid Snake. И, кроме того, там как-то они ударились в какой-то дебилизм, типа бессмертный дед. Ну, этого, конечно, хватало. В Metal Gear всегда всяких нереалистичных вещей. Но в третьей части там совсем уж капец какой-то происходит. Но именно за это, кстати, игру очень многие любят. И у многих Metal Gear 3 самая любимая часть. Но о вкусах не спорят. Так, еще лесенка. Что-то мы куда-то высоко поднимаемся. Ощущение, что мы сейчас куда-нибудь обратно на Firelink Shrine попадем. На самом начале. А, понятно. Мы опять попали в Dark Rooter Garden. Блин, я не хотел его пока изучать. Честно говоря. Так, как мне отсюда попасть домой? Честно говоря, даже не знаю. Тихо, кто-то бежит. Слушай, идея. Идея, слушай. И слушай. Ох ты, какой сильный. Обычно из одного удар дохли. Я думаю, чтобы добраться домой, мне нужно пойти вот в эту сторону. Потому что вроде как это место знакомое, более-менее тут меня как-то убили, по-моему. То есть, когда я играл на записи. Так-то я вот здесь особо не углублялся. Так. Блин, вон аж где находится замок. Ничего, так мы далеко от него ушли. Да-да-да. Те самые места я еще сверху отсюда гибли увидел в прошлый раз. Я тут был. А потом меня трава сожжала. Вегетарианец наоборот. Полтоянная трава. Так. Где-то тут они были, короче. Так, это опасно, кстати говоря. Надо как-то держать их всех в одной куче. Да блин. Смотри, сколько сносит. А-а-а-а-а. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Барабанщики, мать вашу. Да ты офигеть, вообще. Че творите ты, ероды? Че-то не убили. А, подожди. Не говори гоп. Сейчас меня и убьют, похоже. Так, давай лечить быстрее. Да ты посмотри, какие геморрой, да? Тихо. Руку высушил, скотина. Пока. Ой, блин. Это сложно было. Так, короче говоря. Сейчас еще там будут четыре паренька, которых надо бы убить. Что у нас тут такое? В прошлый раз я это не взял, потому что рвай меня сожрала тут. А в этот раз... Ух ты! Ну, мне кажется, что она тяжелая, но, по крайней мере, какая-то необычная. Давайте попробуем. Так, броня 17. Ну да, она в четыре раза тяжелее моей. Это аж... Ну, тоже где-то в четыре раза. Восточная какая-то одежда. Ну, прикольно. Ну-ка, как я в ней. Да, как куль. Ну, защита, конечно, наверное, у нее... А она что, не дает какие-нибудь статусы? Там, не знаю. Ой, подожди. Так, как мне тут статус переключить? Как мне почитать про нее? Скорее всего, только вот так, да? Может, они там какие-нибудь особые эти... Нет, ничего особенного. Просто хорошая защита. Блин, но под нее нужно, чтобы сила была прокачена. Кстати говоря, вроде как в данной игре есть кольцо, которое убирает все штрафы за наношение тяжелой брони. То есть ты не можешь кувыркаться, как... Ой, блин, это какой-то бардак. Посмотрите, как он бегает. Нет, это для танков. Это не мое совершенно. Так. Блин, опять проседание КПС идут. Еще один. Интересно, его можно бэкстап сделать? Может быть, и можно было бы. Только я опять что-то... А вместо того, чтобы нажать удар, смотрел секунду, пока он не повернется на меня. Так, вот и вроде те места, да? Те самые. По идее, мне сейчас нужно пофигу так забить, как говорится, на всех. Но пробежать к бонфайру, во-первых. А потом уже разбираться с ними. Да, наконец-то эти наши места. Хорошо. Ну, собственно, все. Практически лес полностью зачищен. Осталась вот эта зона за печатью. Нужно ли мне сейчас туда идти? Я не знаю, честно говоря. Давайте сходим. По крайней мере, здесь сказали, что можно принять новый ковенант. То есть, новую секту вступить. Мы же все равно пойдем в одной из следующих серий в Блайт Таун, убивать нашу предыдущую богиню. Поэтому почему бы и нет. Иди сюда, болезнь. Короче, говорил, так я с ним воевал, по одному вытягивал. Это, по-моему, все-таки более интересно, чем запаски запаришь. Ох, как я ему критомол, хорошо. Более интересно, чем вон там он тупо их заставляет падать. Короче говоря, бага юзерства не наш метод. Так, теперь мне нужно вытянуть дамагер, как говорится. Где-то тут он находится. Или из-за того взяться сначала. Чуть я забыл, где он тут находится даже. Ладно. Он бежит. Давай, дорогой. Иди сюда. Ой, блин, вот он постоянно кружится вокруг меня, видите? Он с одного удара со спины может убить. Да и спереди тоже, как видите, очень быстрый. Так, хорошо, хорошо прошлось. Но сейчас уже они не такую большую проблему доставляют. Но получалось с ними так геморройно было драться. Это просто кошмар, как это было. Сейчас уже, как бы, я уже могу с ними справляться. Но, конечно, ребята, опасны. Так, где третий? Третий, он где-то вон там стоит. Только где? А, вон. Блин, я все забыл уже. Это у нас лечится, по-моему. Мне нужно давать ему это сделать. Сейчас он будет лечиться, все полностью жизнью становят. Ну и хрен с ним, как говорится. И хотя бы успели подлечиться зато. Окрово течение пошло. Да, кота, она уже зверская. Лечиться не хочешь? Как хочешь. И сейчас там есть еще четвертый, с которым я дрался. Вот он опасный. Он сам слабый, по идее, из них. Из-за него дают всего тысячу опыта. За этих дают по две. Но у него есть удар. Когда он берет свой топорище в две руки, он натурально убивает с одного удара. Так что с ним надо быть. Вот этот удар. Крайне осторожно. Никогда не надо его недооценивать. Он, по-моему, один из самых опасных. На мой взгляд. Видели, что делает? Сначала раздувает руку, а потом пытается разрубить напополам. Крайне опасный пацан. Так. Не всего пищи за него. Ладно. Все с ним покончено. Дальше я в этом лесу пока не был. Возможно, там еще такие ребятки есть. Нам не хватило этих четырех, чтобы качаться на них. Так, сокровище спереди. По-моему, ты нам гонишь. По-моему, гонишь. Хотя, возможно, туда и можно упасть, но навряд ли. Сокровище спереди. Да вы тролль, батюшка. Тролль еще тот. Так. Что-то не наводится это. Мпс, что ли? Че это шевелится-то? Тихо. Не наводится на нее. Похоже, с ней поговорить можно. О, ну, виги. Ты пришел к могиле сера Афториуса? Мой совет, забудь об этом. Это легенда о нем. Это просто вымысел. О, как она мяукает. Блин, какая жуть, офигеть, такую ночь, увидишь. Так, короче говоря, она нас пытается убедить, что могилы этого рыцаря тут нет. Арториаса. Тезка почти. Так. Я, честно говоря, пока пока сам базарил, прослушал, чего она от нас хочет. Ну, ес, ес, АВХСС. Короче, я ей нравлюсь. Это, конечно, странно, но я ей нравлюсь. Альвина. Ее зовут. Она командует кланом-охотникам, кто... Короче же, Схитители Гравнис наказывают охотники, она им командует. Так, похоже, она предлагает нам принять таких... Ну, как... Позвала своей любви, короче говоря. А нет, вот теперь она предлагает Ковенант. Понятно. Ну, давайте при нем... Слышите, да, как она по-кошачьи рычит. Давайте примем этот Ковенант Ковенант. Ух ты. Приз. Оттого откажемся, потому что там получиха больно уж противно. Хотя, конечно, сверху очень красиво. Но ее придется убить, потому что у нее есть поэрку Киперсоу. Так. Кошачьи... Ух ты. Если ты используешь этот Ковенант Ковенант, он позволит твоему замену. Если мои сенсы выясняют интрюдеров, то я замену тебя. Позвольте их, сэр. Я просил только это. Короче, если кольцо отдаст нам возможность ее призвать похожую на помощь. Ты с тобой. Ты получаешь огромную победу. И что ты пиложишь, ты будешь твой правильный согласие. Не так. Но ты можешь хитить Голдену. Клан это твой дом. Золотое правило, говорит, наши, это то, что клан это как семья. Ты остаешься на веки вечным. И никогда их нельзя предавать. Ох, она любит побазарить. Прикольный персонаж. Я поначалу испугался даже. Так, ну что, по идее серию пора заканчивать. Давайте посмотрим, что у нас здесь еще. Ну, здесь у нас сюда, короче говоря, мы пойдем попозже. Сейчас мы пойдем в Блайт Таун в следующей серии завтра. То есть подбирать Firekeep Персоло. Потому что чем раньше мы их возьмем, там целых две штуки. Чем раньше мы их возьмем, тем лучше, по-моему. Тем быстрее мы прокачаем. Кстати говоря, мне говорили, что вот эти воины, с которыми я только что дрался, то есть при принятии их ковенанта, они перестанут меня атаковать. Мне интересно узнать. Давайте сходим к костру, а потом посмотрим. А потом уже закончим серию. такой небольшой эксперимент. Будут ли они теперь на меня агриться? Так, ковенант у меня Force Hunter. Понятно. Теперь я в этой гильдии или секте, или клане, кому как удобнее. Короче говоря. Давайте посмотрим. Я стал членом вашей семьи или нет? Так, он тут первый. Да? Они меня не атакуют. Братиню! Сколько раз я вас убил уже? Что ты слышишь-то? Странно. Братиню! Я вас геннадцать устраивал. Ты не слышишься, я надеюсь. Ох, сколько раз я их убил. Ох, сколько раз я на них качался. Но теперь похоже все. Теперь мне нельзя их убивать. Иначе Ковенан будет разрушен. Так, ну ладно. В принципе, могу сказать, что сегодняшняя серия тоже была довольно-таки продуктивной, как и вчерашняя. Многие, кстати говоря, ругали меня в предыдущих сериях, а то, что и на прошлой неделе, что я очень плохо играю, что я отступаю при малейших признаках опасности. Я не отступал, я прощупывал вообще прощупывал локации на то, стоит ли мне сюда идти. И теперь уже, когда у меня есть четкая последовательность действий, как вы видите, все у меня пошло гораздо лучше. То есть, мне нужен был план продумать свои действия, поэтому меня в последних сериях так страшно убивают. Но теперь, в последних двух сериях вы видите, что все это кардинально изменилось. Так что, будем придерживаться плана, и в следующей серии мы пойдем в Блайт Таун, спустимся еще раз. Теперь у нас очень много оборудования подходящего, как раз, чтобы там не заражаться от всего, от чего только можно. Так что, нам прямая дорога туда. Как бы там ни было, увидимся завтра. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok